Добрый день! Вы смотрите итоги дня информационного портала Управда.ру. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. Очередное заседание Законодательного собрания Ульяновской области не обошлось без ипотажа со стороны КПРФ. В детском садике номер 144 собирает макулатуру, чтобы посадить каштаны. МЧС проводит взрывные работы. Заседание Законодательного собрания Ульяновской области 6-го созыва стали собирать больше зрителей. Причина не только интерес к работе регионального парламента, а еще и предвкушение от ипотажа Ульяновской ячейки КПРФ. Как проходило сегодня 11-е заседание Законодательного собрания области в материале Павла Полового. Наиболее важные вопросы для рассмотрения о судебных кадрах, утверждение состава молодежного парламента и отчет за 2018 год начальника управления МВД РФ по Ульяновской области. Несмотря на утвержденный регламент, у КПРФ своя повестка дня. По их мнению, прежде чем обсуждать насущное, нужно разобраться с поведением суда и прокуратуры, осмелившихся на двое суток закрыть буйствующих депутатов. Однако тут закон неумолим. Судом установлено, что названными депутатами совершены административные правонарушения, предусмотренные частью первой статьи 19.3 Кодекса административного правонарушения Российской Федерации. Им назначено наказание в пределах санкции данной статьи. Казалось бы, слова представителя прокуратуры несут в себе исчерпывающую информацию. Решение суда может отменить только вышестоящий суд, куда можно было бы подать апелляцию. Но депутаты от КПРФ еще минут 30 продолжали заполнять рабочее время коллег непонятными требованиями. Тем не менее, порядок в зале был восстановлен, и депутаты перешли к выполнению повестки дня. Отчет начальника УМВД РФ по Ульяновской области принят. В целом, криминогенная ситуация в стекшем году характеризовалась снижением на 3% массива зарегистрированных преступлений. Уровень преступности в расчете на 10 тысяч населения составил 105,7 преступлений, что ниже показателей как в целом по России, так и при Волжском федеральном округе. Улучшение ситуации, конечно, радует. Тем не менее, начальник отметил, что это количество преступлений можно существенно снизить, если расширить программы «Безопасный город» и «Безопасное село». Чтобы снизить количество преступлений и поднять раскрываемость, нужно снабдить населенные пункты камерами видеонаблюдения. По словам главного полицейского, достаточно иметь данные с них на въезде и выезде в село, чтобы на 50% обезопасить граждан от заезжих гастролеров. Следующий вопрос – состав молодежного парламента. Для многих из тех, кого сегодня старше и официально признали коллегами, идут в ЗСО не первый раз. Идут осознанно. У некоторых есть даже своя мини-программа по развитию молодежной составляющей законодательного процесса. Со временем, когда мы наберем профессионализма, мы должны попробовать вести такую штуку, как законодательная инициатива. Она сейчас присутствует в 12 соседних, в 12 других регионах нашей страны. Старшие товарищи готовы поддержать молодых коллег в желании учиться и не против дать им больше полномочий. Ребята подобрались очень грамотные, которые знают, чего хотят. 36 человек – представители всех движений молодежных, высших учебных заведений, СОЗов. И сегодня рассматриваются именно те люди, которые уже были в прошлом молодежном парламенте, задачи, которые сами себя ставят. Молодежь, по словам старших товарищей, подчас копает глубже и смотрит шире, благодаря чему старшие с уважением взирают на подрастающую смену. Павел Половов, Юрий Конихин, Новости Ульяновской правды. Как избежать коррупции, растраты государственных средств? Аппаратами, министерствами и предприятиями вплотную займутся аудиторы. Для прозрачности госзакупок и повышения работоспособности чиновников появился новый орган. Какой именно – подробнее в нашем материале. В Госдуму внесли законопроект, предписывающий расширить перечень объектов, которые контролирует Счетная палата Российской Федерации. Первый зампред и председатель Счетной палаты региона обсудили нововведение с губернатором Сергеем Морозовым. Я хочу сказать, что сегодня на встрече с губернатором подробно говорилось и о том, чтобы Счетная палата взяла на себя и, скажем так, работу с проектами порядков расходования денег. Ведь под каждую госпрограмму есть заложенные деньги, которые будут расходоваться. Но очень важно, чтобы и порядок, то есть документ, по которому де-факто деньги расходуются, чтобы их тоже проверяли контролеры. Счетная палата будет усовершенствована. Марина Алексеева рассказала о создании регуляторно-контрольного органа. С его помощью будет возможно повысить эффективность работы чиновников и даже проверить все внутриведомственные расходы. Уже слышали, наверное, такое нововведение, о котором говорил президент в своем послании к Федеральному собранию, так называемая регуляторная гильотина. В регионе есть очень хороший опыт в реализации совершенствования функции контрольно-надзорной. Пока существует 18 видов регионального контроля и 16 видов муниципального работы нового аппарата предполагает аудиторские проверки на всех уровнях, даже в региональном правительстве. Виктория Черкова, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды. За год в регионе количество легальных таксистов выросло в 3,5 раза. Разрешение на осуществление соответствующего вида деятельности выдано более чем 4 тысячам человек. Во многом этому способствуют еженедельные рейды, в рамках которых проверяются документы и соблюдение требований по прохождению предрейсово-технического и медицинского осмотра. За год к ответственности за работу без лицензии были привлечены 75 водителей. В Ульяновской области разрабатывается новый законопроект об учителях. Правительство региона всерьез озаботилось повышением статуса и премий для работников образования. Эти и не только вопросы обсудил сегодня губернатор Сергей Морозов с участниками областного этапа конкурса «Учитель года-2019». Сегодня в здании правительства глава региона обсудил меры поддержки педагогов с участниками областного этапа конкурса «Учитель года-2019». Вопросы касались реализации федеральной инициативы «Земский учитель» на территории области, которая обсуждается сейчас в Москве, а также создания областного закона о повышении статуса учителя. Было бы здорово, если бы мы воспользовались тем, что вот здесь такие умные, талантливые, красивые, собрались, чтобы мы поговорили о интересной инициативе, которая прозвучала здесь в этих стенах, чтобы разработать закон о Геннадской области о статусе предаводов. Мы хотим действительно существенно повысить статус, существенно повысить авторитет в обществе учителя-педагога. Так областной закон разрабатывается специальной рабочей группой с учетом опыта других государств. Документ в первую очередь будет призван защитить честь и достоинство учителя в рамках правового поля. В нем будут закреплены права педагогических работников, условия личной и профессиональной деятельности, аттестация, повышение квалификации, виды поощрения и меры социальной поддержки. По сути, как у нас у депутата есть неприкосновенность, то педагог тоже должен иметь неприкосновенность. И как следствие закрепляется особый статус труда педагога. Педагогический труд, он действительно особый труд, он отличается от всех других профессий. 15 лучших педагогов области обменялись инициативами по улучшению системы поддержки педагогической общественности. Александр Цыганов, победитель областного конкурса «Учитель года-2019», рассказал о своем личном стимуле работы и долгом пути развития как профессионала. Сегодня в родной 55-й школе все знают и уважают учителя русского языка и литературы. Коллеги ценят за индивидуальный подход каждому ребенку, дети и родители любят за талант и стремление к самосовершенствованию. Конкурсное движение, сразу скажу, что оно необходимо, потому что это некая ступенька, некий способ познать что-то новое, показать что-то новое. И немаловажно, один из способов обобщить свой собственный опыт, потому что не всегда у учителя есть возможность писать статьи, то есть обобщать то, что он делает в течение лет многих. Конкурс – это один из таких способов. Глава региона Сергей Морозов еще раз поздравил педагогов с заслуженной победой и вручил призерам и победителям конкурса денежные премии в размере 30 тысяч рублей. За третье место – 50 тысяч рублей. За второе и 300 тысяч рублей за первое. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды. Первый российский топливозаправщик Ил-78М-90А, построенный на ульяновском предприятии Авиастар-СП, приступил к заводским летным испытаниям. Во время полета проводится оценка устойчивости и управляемости самолета. А также работоспособности всех самолетных систем и оборудования. Напомним, что Ил-78М-90А имеет ряд уникальных особенностей. При необходимости он может быть использован в качестве грузового самолета. Расположенные в грузовой кабине топливные баки могут быть демонтированы и заправщик становится военным транспортником. В случае необходимости может быть установлено оборудование для пожаротушения. Испытания будут проходить в Ульяновске, на аэродроме Ульяновск-Восточный и в подмосковном Жуковском. После завершения программы самолет будет передан на государственные испытания. Взорвать сотню килограммов тротила во благо. Такое возможно, если речь идет о противопаводковых работах. Сотрудники МЧС готовят порядка полусотни подрывов на реке Сура, чтобы освободить ее ото льда. 46 подрывов, около 100 килограммов тротила. Противопаводковые работы на реке Сура в селе Сара стали уже традицией. Каждый год в марте в Сурский район приезжает большая бригада сотрудников управления МЧС. На этот раз компанию составили инженерно-саперная группа 31-й десантно-штурмовой бригады. Подрывы делают в районе низководного моста, который является затороопасным участком. И данные работы определены для того, чтобы не было заторов и подтопления жилых домов, находящихся в данном селе. На момент проведения работ все передвижения на мосту запрещены. Для начала взрывотехники бурят отверстия, далее закладывают в лунки взрывчатку. После взрыва – плановый осмотр. Паводковая ситуация, по словам сотрудников МЧС, находится под контролем. Подтоплений в населенных пунктах области нет. Вместе с этим продолжаются профилактические рейды по местам массового подводного лова. Накануне на сотне на воздушной подушке Хивус участники рейда патрулировали Волгу и беседовали с рыбаками. Стоит отметить, что весенний лед резко отличается от осеннего и зимнего. Если осенний и зимний лед под тяжестью человека начинает трещать, предупреждая об опасности, то весенний не трещит, а проваливается, превращаясь в ледяную кашицу. Многие рыбаки, как показал рейд, относятся к своей безопасности серьезно. Почти все носят с собой отвертки и веревки, чтобы в случае провала под лед выбраться из воды, а также заряженные сотовые телефоны. Анна Тищенко, новости Ульянской правды. В детском саду номер 144 воспитанники дружно собирали макулатуру. На средства, вырученные от утилизированной бумаги, закупят саженцы каштанов. К чему готовятся ребята, их воспитатели и Министерство природы? Подробности в нашем материале. Привычку творить добро необходимо прививать с молоду. Все больше образовательных учреждений присоединяются к акциям по сбору макулатуры. На этот раз тематический утренник прошел в детском садике номер 144. К мероприятию готовились в полном составе и малыши, и родители, и воспитатели. Если где случилось что-то, если вдруг пришла беда, мы на зов прийти готовы, мы спешим помочь всегда. Гордость и переполняй, дело важное у нас. Собирать макулатуру нас остраивает сейчас. Больше тонны бумаги и картона собрали семьи детского сада. Акция получила название «Сдай макулатуру, посади каштан победы». Идея обменять отходы на саженцы молодых каштанов пришла на ум ульяновским экозащитникам. Министерство природы их поддержало. Воспитание экологического мировоззрения и экологичного образа жизни как раз должно начинаться именно с детского сада. Увлеченность благим делом удивила и растрогала заведующую детского сада. Ее подопечные управились со сбором бумаги за несколько дней. Некоторые родители даже начали соревнования. Родители тоже у нас откликнулись моментально на наш призыв. Потому что вот видите, у нас даже сделан экран, где родители соревновались с группами и с удовольствием собирали эту макулатуру. И каждый день ребеночек нес макулатуру небольшим количеством. А кто-то привозил машины по 200 килограмм сразу. На средства от сбыта макулатуры руководство детского садика купит саженцы. Их приобретут для украшения аллеи возле старого железнодорожного вокзала. В апреле планируется посадка. Как раз ко дню победы деревья будут уже в цвету. Каштан выбран не случайно, ведь именно его цветы напоминают свечи, которые зажгутся цветом в память героев Великой Отечественной войны. Виктория Черкова, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале управда.ру. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин